Владимир Гриньков Представьте себе столичную Триумфальную площадь. Площадь, конечно, так себе, ничего особенного, но название Триумфальное. Лето, солнце, бледно-голубое небо, воздух над десятимиллионным городом дрожит. У ослепительно-серебристого роскошного Мерседеса, каких на всю Москву штук пять, не больше, стоит человек с лицом античного бога, вызывающий стильном костюме цвета сливок и такого же цвета шляпе. Шляпа широкополая, края ее с нарочито небрежностью подогнуты. Из нагрудного кармана пиджака торчит столь же небрежно смятый угол шелкового синего платка. Ну, вы видели подобных красавчиков в голливудских фильмах 50-х. Вылитый Грегори Пэк, каким-то чудом из римских каникул, вступивший на московскую мостовую. «Вы Морецкий?» – спросил я. «Да». Кто бы сомневался. «Я полностью в вашем распоряжении». «Так вы и есть мой телохранитель?» «Да, меня зовут Анатолий. Фамилия Китай-Городцев». «У меня никогда не было телохранителей», – сказал Морецкий. «Я так и не понял, с какой интонацией он произнес эту фразу. Может, удивился, почему раньше не догадался нанять телохранителя?» «Поехали», – сказал Морецкий. «Ты не возражаешь, если мы будем на «ты»?» «Не возражаю». «Это хорошо. Я люблю, когда между своими все по-простому, без пафоса». Вот так, всего одной фразой он дал понять, что мы с ним уже почти друзья. Сели в Мерседес, где в прохладном воздухе салона плыли волшебные звуки чарующей музыки. «У меня есть только один недостаток», – сообщил Морецкий. «Я слушаю очень много музыки. Не всегда это нравится окружающим. Но это необходимо, пойми. Из девушки профессии». «Ты как?» «Без проблем. Это радует. Ты, кстати, давно в телохранителях?» «Несколько лет». «Оружие есть?» «Есть. Покажи». Я отогнал полу пиджака и продемонстрировал ему плечевую кобуру с пистолетом. «Газовый?» – осведомился Морецкий. «Нет, настоящий. Это хорошо. Тогда сейчас поедем, и ты застрелишь одного типа. Я давно хотел его убить». Для Китая Городцева все началось утром того же дня. Его вызвал к себе Роман Александрович Хамза, директор охранного агентства «Барбакан». И сразу спросил. «Тебе знакома фамилия Морецкий?» «Морецкий?» – приподнял бровь китай-городцев. «Что-то знакомое из разряда тех фамилий, которые все слышали хотя бы раз в жизни, но в первый миг нет озарения узнавания. Одна лишь секундная отрыбь. Кто это такой?» «Музыка Игоря Морецкого слова Ильи Резника». Голосом конференсье произнес Хамза, тем самым давая возможность вспомнить. «Композитор, что ли?» «Ну», – сказал Хамза, – «ты нашу эстраду любишь?» «Ты отказала мне два раза, не хочу, сказала ты. Я вообще-то не очень, если честно». «Ха-ха-ха, это уже твои проблемы, Толик», – засмеялся Хамза. «Есть заказ, его надо выполнять. Так что окунешься с головой в жизнь нашей эстрадной тусовки». «Чей заказ?» «Морецкого». «С каких это пор композиторы стали себе телохранителей нанимать?» «Про телохранителей композиторов мне прежде слышать не доводилось», – признался Хамза. «Но у эстрадных звезд охрана есть, ты это знаешь не хуже меня». «У него возникли какие-то проблемы?» «Говорит, что нет». «Говорит?» – переспросил Китай-городцев. «Мы, как могли, перепроверили, конечно, информацию. Ничего особенного вокруг Морецкого не происходит. Про угрозы в его адрес никто не слышал, долгов, за которые могут убить, у него нет. Конкурентная борьба в нашем шоу-бизнесе в основном сводится к взаимному обливанию помоями через прессу. Поэтому и тут ничего подозрительного. Конечно, всякое бывает. Вспомни, как иногда клиенты рвут на груди рубаху, клянутся, что проблем у них никаких нет, а телохранителя нанимают только потому, что это модно. А спустя месяц выясняется, что проблемы всё-таки есть, и клиент помалкивал о них в надежде, что как-нибудь всё само собой рассосётся. Но тут, как мне кажется, не та история. Я надеюсь на тебя. Пообщаешься с ним, присмотришься, разберёшься на месте. Для чего ты ему вдруг понадобился? Какой режим охраны? Личко. Будешь сопровождать повсюду. Кто у меня на подмене? Никого, Толик. Морецкий сказал, что не хочет, чтобы люди менялись. Так что на всё время, которое предусмотрено договором, ты с ним сроднишься и станешь членом его семьи. Братом, к примеру. А на какой срок заключён договор? Конечная дата не определена. Морецкий сам поставит в известность, когда надобность в охране отпадёт. А ведь кто-то из наших с эстрадными звёздами дело имел, вспомнил вдруг Кита Игородцев. Костюков. Я с ним поговорю. Правильно, одобрил Хамза. Он просветит тебя, расскажет о нравах этой публики. Помнится, он был не в восторге. Ему даже физиономию там подпортили. После этого он сказал, что лучше охранять уже заказанного недругами банкира, чем связываться с нашими эстрадными звездунами. Прости, господи. Толик, я тебе искренне сочувствую, — первым делом сказал Костюков. Раны на его лице давным-давно зажили, но душа страдала до сих пор. Более бестолковой клиентуры я не видел. Они же все личности творческие. Последние два слова Костюков произнес с такой убийственной интонацией, что сразу стало ясно, как он относится к людям, с которыми не так давно сталкивался по долгу службы. Печатлительные, легкоранимые. У них там все на понтах. Днем целуются, вечером на презентации бьют друг другу по физиономии. И все это с истерикой на соплях, как в самодеятельном театре. Поводы для ссор, как в детском саду. Кого каким номером в концерте поставят, кто про кого что сказал, и все это всерьез, все обсуждается, принимается близко к сердцу. Певец Петров сказал, что певец Сидоров полное фуфло. Все, вражда навек. Возможно, даже до рукоприкладства дойдет, и телохранителю придется их растаскивать. Потом еще фанаты. Это отдельная песня. Костюков вздохнул и непроизвольно ощупал свое успевшее зажить лицо. Если у попсы нашей все на истерике, то фанаты те вообще психи отмороженные. Вот от них, кстати, исходит самая большая опасность, и это учти. Между пришедшим на концерт поклонником певца и дежурящим у подъезда фанатом огромная разница. Поклонник ведет себя более-менее мирно. От него вся угроза – это брошенный на сцену букет цветов. Даже если попадет своего подопечного, и синяка не останется. А фанаты не любят, а преклоняются. А где преклонение, там вера. Где вера, там психоз. Где психоз, там все, что хочешь. Не спроста великих музыкантов убивают их ярые фанаты. Спроси у этого идиота, зачем убил, не объяснит. Потому что психоз объяснить невозможно. Сплошная патология. Вот он рвется, к примеру, всего лишь за тем, чтобы взять у звезды автограф. Это он так думает за автографом. А на самом деле ему надо просто дотянуться до своего божества. Ну ладно дотянуться. Но тут такое начинается. Рубаху на твоем клиенте рвет. За волосы норовит оттаскать. Часы с руки срывает. Твой клиент в шоке. У тебя самого вся рожа расцарапана. И ничего с этим не поделаешь. Костюков еще больше запечалился. Ну, моего-то фанатов нет, сказал Китая Городцев. Он у меня не певец-композитор. Игорь Морецкий, слыхал? Я его даже видел несколько раз. У них тусовка тесная, все друг друга знают. Ничего себе такой мужик при деньгах. А то, что фанатов отмороженных у него нет, пусть тебя не расслабляет. У них образ жизни такой, что за ними глаз да глаз нужен. Морецкий водил машину так, словно ему совсем не было жаль тех ста тысяч долларов, которые это чудо на колесах стоило. Он лавировал в потоке машин с лихостью профессионального гонщика. Обгонял, подрезал, вклинивался в узкие просветы между другими машинами. И почти всегда при этом стрелка спидометра плясала вокруг цифры сто. Китый Городцев попытался вмешаться. Так не пойдет, сказал он. О безопасности тут нет и речи. Ты о чем? Осведомился Морецкий, направляя машину по разделительной полосе. Я стиле вождения. Это не твоя забота. Моя, сказал Китый Городцев. Я отвечаю за безопасность клиента. В том числе и за его безопасность на дороге. Если хотите, я могу сесть за руль. Навстречу им тоже по разделительной полосе мчался черный внедорожник. Они разменулись в последний миг, едва не черкнув бортами. Остановитесь, потребовал Китый Городцев. Ты знаешь, что в подобных случаях говорит наша эстрадная Примадонна. Не бзди, прорвемся. Остановите машину. Хорошо, примирительно сказал Морецкий. Чтобы продемонстрировать, что ссориться не собирается, он сбросил скорость и встроился в общий поток. И ты хочешь, чтобы мы вот так ползли? Спросил с досадой Морецкий. Я хочу, чтобы мы добрались до местного значения. Хорошо, принимается. Но за тобой должок, ты понял? Китый Городцев не стал перечить. То-то же. Удовлетворился его покладистостью Морецкий. Только не забудь про должок. Подъехали к ресторану, в котором Китый Городцеву еще не доводилось бывать. Слишком рано. Ресторанная жизнь еще не началась. Автомобильная стоянка перед входом пустынна. Это здесь, сказал Морецкий. Ты обедал? Нет. Значит, пообедаем. У них тут классные стейки. Каждый весом в полкило. Ты не вегетарианец, случайно? Нет. Это хорошо. А то у нас почти все на каких-то дурацких диетах да на таблетках. Ларик вон даже пилюли специальные рекламирует. Какой Ларик? Не понял Китый Городцев. Лариса Долина. Хотя ей, кажется, пошло на пользу. И постройнела. И муж у нее теперь новый. И вообще. За дверями ресторана обнаружился дюжий охранник. Едва завидев Морецкого, он сделал шаг вперед. Лицо при этом было хмурое. Первейший признак близких неприятностей. У Китай-Городцева на подобные вещи был профессиональный нюх. И дальше он все делал как положено. Прикрыл Морецкого с собой, став на пути охранника непреодолимой преградой. Ситуация еще не прояснилась, но клиента он уже прикрывал. Охранник распознал в Китай-Городцеве достойного противника и остановился на полпути. Но тут из-за спины Китай-Городцева раздался капризный и кровожадный голос Морецкого. «Толик, застрели его! Достань свой маузер и продыряв ему башку! Нет, я сам! Да, я его грохну!» Он внезапно полез Китай-Городцеву под пиджак, полы которого распахнулись, обнажая кобуру и матовую оружейную сталь. Китай-Городцев отстранил своего беспокойного подопечного, но охранник уже успел сфотографировать оружие и напрягся. «Ладно, я с тобой еще разберусь», — пообещал Морецкий. Развернулся и с видом победителя прошел в ресторанный зал. Здесь было пустынно и тихо. Посетителей в столь ранний для ресторана жизни час явно не ждали. С таким же успехом, наверное, можно было прийти в час ночи в какую-нибудь сберкассу, чтобы заплатить за квартиру и коммунальные услуги. Но Морецкого безжизненный вид ресторана не обескуражил. Он сел за один из столиков, произведя при этом немалый шум. И на тот шум из дверей кухни тотчас выскочил какой-то человек. Увидев Морецкого, человек изменился в лице и выкрикнул, срываясь на фальцет. «Не обслуживаем!» «Вотки, милейший!» — потребовал Морецкий, будто не слыша. А человек уже мчался через весь зал к столу, за которым сидели Морецкий и Китая Гаруцев. Добежав, оперся на стол руками, впился в Морецкого взглядом, словно гипнотизируя, и сказал. «Не работаем, закрыто, технологический перерыв, санитарный час, ушла на базу, еду в парк, все, что хотите, но мы сегодня не обслуживаем». Похоже, что у Морецкого здесь была не самая лучшая репутация. Морецкий нисколько не расстроился. Достал из кармана своего роскошного пиджака трубу мобильного телефона. С невозмутимым видом, не обращая ни малейшего внимания на своего оппонента, набрал номер, сказал в трубку томным голосом человека, не понаслышке знающего, что такое жизнь творческой личности. «Аллоу, здравствуйте, Машенька, это Морецкий». Машенька, вам несказанно повезло. У меня вдруг совершенно неожиданно открылось окно, так что интервью я вам все-таки дам. «У нас с вами есть два часа, и если вы подъедете прямо сейчас, я в ресторане Кахетия. Знаете, где это?» «Ничего удивительного, дыра, дырой. Я и сам узнал про эту забегаловку совсем недавно. Но если уж я тут случайно оказался, так давайте тут и встретимся. Это на проспекте Мира». Китая Городцев видел багровое лицо ресторанного человека и понимал, что ни с кем тут Морецкий не встретится. Ему просто не позволят здесь находиться. Но сам Морецкий, наверное, думал иначе. Он с прежним невозмутимым видом продиктовал собеседнице координаты своего местонахождения, спрятал телефонную трубку в карман и только после этого сказал, обращаясь к человеку с багровым лицом. «Маша Мостовая, журналистка, ты газету «Московский комсомолец» хотя бы иногда почитываешь? Сейчас Маша придет сюда, и я буду давать ей интервью. Тебе как предпочтительно, чтобы я о твоем заведении просто промолчал или гадости бы наговорил про эту твою кахетью? Ресторану нужна реклама такого рода?» И посмотрел почти ласково. Его собеседник побагровил еще больше. Судорожно вздохнул, будто хотел что-то сказать, но ничего не сказал, развернулся и ушел. А через минуту в зал вышел официант. Морецкий победил. Заказали водки для Морецкого и соль для Китоогородцева. Еще попросили официанта принести какой-нибудь салатик. Это тоже для Морецкого. Официант обслуживал их спора, но с какой-то настороженностью и скованностью, из-за чего Китоогородцев окончательно заключил. Не любят здесь Морецкого, опасаются. А тот был невозмутим и явно не тяготился жизнью. Откинулся на мягкую спинку стула, посматривая вокруг взглядом, заметно подобревшим после первых 150 граммов выпитой водки. «Давно ты в телохранителях?» Спросил без любопытства. Скучал человек. Надо же хоть о чем-то поговорить, время занять. Вот он и спросил. Так, по крайней мере, это выглядело со стороны. «Давно?» Ответил Китоогородцев. «Нравится?» «Вполне. Зарабатываешь много?» «Хватает?» «Ха-ха-ха-ха, чего ты скучный такой?» Засмеял Самарецкий. «Отвечаешь, как по учебнику. Ты мне скажи, в переделках бывал?» «Бывал». «Ну и как оно?» «Нормально». «Ха-ха-ха-ха, вот я и говорю». «Ха-ха-ха-ха, еще больше», «развеселился Марецкий. Из тебя слова не вытянешь». «А мне в подробностях интересно. Рассказывай, на твоего клиента хотя бы раз покушались?» «Да». «Так-так», – оживился Марецкий. Торопливо плеснул в свою рюмку водки, но не выпил. Рюмку зажал в руке, а сам посмотрел на собеседника озорным взглядом, который просто лучился ожиданием интересных и чертовски завлекательных подробностей. «И что же ты сделала с покушавшимся?» «Убил». Марецкий еще продолжал улыбаться, но в глазах уже не было озорного веселья. А еще через пару мгновений он обнаружил в своей руке рюмку с водкой и поспешно поставил ее на стол. «Шутишь?» – спросил неуверенно. «Нет». «Да уж, конечно, какие тут шутки». Дальнейшая трапеза проходила в полной тишине. Китай Городцев молча потягивал сок. Марецкий с задумчивым видом пил водку. Он здорово нагрузился бы в течение ближайших 30 или 40 минут, если бы не появление в зале ресторана тоненькая как тростинка девушки в коротком платьице и со столь же коротким хвостиком русых волос. Она была похожа на человека, только этим летом распрощавшегося со средней школой. Юна, застенчива и пуглива. Марецкий встретил ее взглядом опытного дрессировщика, примиряющегося с чего бы начать процесс приручения новой подопечной. Он не поднялся, чтобы поприветствовать даму, лишь коротко кивнул и произнес. «Рад вас видеть». Судя по всему, это и была Маша Мостовая. Из своей нелепой девичьей сумочки Маша извлекла не новый диктофон, из чего китайгородцев сделал вывод, что сей предмет одолжен на время у старших, более опытных коллег по журналистскому цеху. Еще появился маленький блокнотик и гелевая ручка, купленная по случаю в магазине констоваров за шесть рублей. Маша с таким чанием, почти детским, все проделывала, что не оставалось никаких сомнений. Волнуется да нельзя, тянет время, чтобы хоть немного освоиться в новой обстановке. Китайгородцев никогда прежде не встречал таких застенчивых журналистов. И подвыпивший Марецкий все прекрасно понимал, смотрел на девушку с прищуром. Под этим взглядом она, кажется, терялась еще больше. Наконец осмелилась поднять глаза на сиятельного Морецкого и спросила неуверенно. «Начнем?» В ответ Морецкий благосклонно кивнул. «Он был похож на многое познавшего в этой жизни мэтра, готового передать свои знания поколению молодых, еще не оперившихся птенцов-последователей». Маша щелкнула кнопкой диктофона. «Игорь Александрович», – произнесла она почти торжественно, «Что для вас музыка?» Китайгородцеву показалось, что во взгляде Морецкого промелькнула усмешка, но ответил он серьезно. «Музыка – это философия. Да-да, именно философия», – проявил настойчивость Морецкий, будто с ним кто-то пытался спорить. «Потому что философия – это прежде всего объяснение жизни. А музыка как раз и объясняет нам самих себя, объясняет то, что творится в душах людей. Она звучит внутри нас, она часть нас самих, и она есть наша сущность». Он сделал паузу. И Маша, и китайгородцев ждали продолжения. Но Морецкий вдруг спросил у девушки. «Вам действительно хочется слушать всю эту ахинею?» Маша вздрогнула и покраснела. Растерялась, не зная, что ответить. «Эй, ну что за вопросы такие?» Вздохнул Морецкий и печально посмотрел на собеседницу. «Что для вас музыка? Каковы ваши творческие планы? Над чем вы сейчас работаете? Это же все бред, Машенька. Где вы учились журналистике?» «МГУ», – едва слышно ответила девушка, краснее уже до свекольного цвета. «Факультет журналистики». «Так, понятно», – взял инициативу в свои руки Морецкий. «В любом случае выкиньте из головы все вопросы, которые вы заготовили заранее. Оставьте только то, о чем хотели бы меня спросить, но боялись или стыдились». Он широко улыбнулся, давая понять, что сердиться не будет, – позвал официанта. «Нам вина для девушки. Машенька, вам белого или красного?» «А, ладно, красного. Потом еще мясного чего-нибудь. Маша, вы не вегетарианка, случайно, нет?» «Вот и славно. Значит, мясного чего-нибудь. Салат точно такой же, как мне принес. И вот грибы еще у вас хорошо готовят. Грибы есть?» «Неси». «Так вот насчет интервью. Это уже Маши. Давайте что-нибудь живенькое соорудим, а? Ну, например, такой вопрос. Музыка эротична?» Маша снова покраснела. «Вы вообще откуда?» Спросил у нее Морецкий. «Вы не из Москвы, верно?» «Из Торжка». «Господи, славно-то как! Из Торжка!» Почему-то обрадовался Морецкий. Он уже прилично выпил, и градус его настроения стремительно рвался ввысь. «Итак, об эротичности музыки. Знаете ли вы, милая моя Маша, что когда женщина говорит мужчине «да», в 58% случаев, согласно статистике, при этом звучит музыка?» Официант принес вино, налил в бокал, который поставил перед девушкой. Морецкий с готовностью поднял свою рюмку. «За вас, Маша!» У него был пьяный и жадный взгляд. В ресторанном зале появилось еще одно действующее лицо. Пришел молодой парень и занялся музыкальной аппаратурой, которой был уставлен небольшой пятачок почти игрушечной сцены. Китай-Городцева пришлось развернуться и сесть иначе, чтобы держать парня в поле своего внимания. «Музыка — это жизнь, Машенька!» Продолжал опутывать словесами свою собеседницу Морецкий. «Невозможно заниматься этим делом с восьми до семнадцати с часовым перерывом на обед. Ведь ему надо жить. Этой атмосферой надо пропитываться. Кстати, хотите?» «Чего?» Обмерла Маша. Морецкий засмеялся, набрал какой-то телефонный номер. «Гриша, привет, это Морецкий. Что делаешь?» «Ну, это пустое, брат. С утренней головной болью надо бороться. Приезжай ко мне, я в Кахетии». Продиктовал адрес. «Только ты на такси приезжай, Гриша, а то в метро тебя заберут, я ж знаю. Ничего, что денег нет, я заплачу. Ах, тебя в такси не посадят. Да, брат, вид у тебя еще тот, я просто подзабыл. Тогда вот что, ты позвони Лелику, он пускай заедет. Идет за тобой, и вы поедете вместе. У Лелика вид поприличнее, просто-таки профессорский вид. С ним тебя в такси посадят. И гитару свою возьми неопременно, Гриша. Сегодня будет большой концерт. Лелику, чтобы он не артачился, скажет, что я угощаю». А минут через тридцать в ресторан вломилась гомонливая орда кое-как одетых, не стриженных, весьма неопрятных и явно не успевших протрезветь после выпитого накануне людей. От самых дверей за ними бежал охранник, но справиться с этим нашествием ему одному было не по силам. «Ха-ха-ха-ха, это ко мне!» смеялся Марецкий. Тут был Гриша, долговязый, длинноволосый парень с бородой и усами, чрезвычайно похожий на Иисуса Христа. Был и Лелик, который вправду очень смахивал на профессора. Очки, бородка, округлое лицо и рассеянный взгляд. Все прочие прибывшие, как оказалось, до глубокой ночи пьянствовали на квартире Лелика-профессора. Слегли только под утро, подкошенные безуспешными поисками закончившейся так не кстати водки. И вдруг раздался звонок от Гриши, сообщившего Лелику, что Марецкий приглашает и Марецкий угощает. И этот звонок был воспринят как подарок свыше. Как благоволение небес! И тотчас же, без всякого голосования, было принято единодушное решение ехать всем вместе. На всю компанию было две гитары, так что по всей вероятности предполагался концерт, но прежде требовалось привести артистов в работоспособное состояние, для чего щедрым Морецким для гостей были заказаны водка и пиво. Распорядитель ресторана, с подозрением глядя на Морецкого и вообще будучи не в восторге от присутствия этой беспокойной компании в стенах вверенного ему заведения, потребовал сразу же оплатить счет. Морецкий не возражал. Принесли спиртное. Через десять минут зазвучали первые аккорды. К удивлению Китай-Городцева, эти неопрятные и подозрительно выглядевшие ребята играли очень даже неплохо. И дело было даже не в мастерстве. В музыке Китай-Городцев не считал себя специалистом, а в том, чему обычно дают определение и играют с душой. Еще про такое говорят «цепляет». Это была игра, которой невозможно научить. Она прорывалась сквозь быты неляпости жизни, сквозь затягивающую тину неустроенности и беспробудного пьянства. Это был импровизированный концерт, сейшн, музыкальный междусобойчик. Очень скоро выяснилось, что двух гитар мало, и хорошо бы еще использовать инструменты, весьма непредусмотрительно оставленные на сцене ресторанными музыкантами. Парень, который совсем недавно с ними возился, даже не пытался этому воспрепятствовать. Он уже давно наблюдал за происходящим с зачарованным видом человека, которому хочется присоединиться, но он не смеет, не веря, что его признают равным себе эти нечесанные небожители. Стало шумно и весело. Морецкий дирижировал и казался абсолютно счастливым. Девушка Маша сначала молча наблюдала за происходящим, но скоро выпитое вино и шальная атмосфера сделали свое дело, и вот она уже прихлопывала в такт музыки и пыталась подпевать, даже не зная слов. Верный признак того, что человек включился в действие. Ему все происходящее вокруг очень и очень нравится. Уже давно в ресторанный зал высыпали повара и поварята, уборщицы, еще какие-то люди, прежде скрывавшиеся в ресторанных недрах, и о присутствии которых никто даже не догадывался. Водка лилась рекой. Гришин и друзья становились раскованнее, музыка пошла поживее, как будто все печально медленно уже отыграли и поневоле пришлось переключаться на веселенькое. И еще неизвестно, что пьянела больше, выпитая или сама музыка. Гришин друг, профессорообразный лёлик, к немалому удивлению, не ожидавшего от него подобное прийти Китай-Городцева, вдруг выбежал к сцене и станцевал уже порядком подзабытый брейк-данс. Да как станцевал? Часто ли приходится видеть профессоров, танцующих брейк? Парень, прежде возившийся с аппаратурой, уже подсел к Морецкому, признав в нем, если не предводителя этой веселой компании, то уж, по крайней мере, главное действующее лицо – мотор всему. Китай-Городцев, находившийся поблизости, слышал, как парень спросил у композитора. «Вы Морецкий?» Ответ ему, похоже, не требовался, потому что он уже знал, кто перед ним. Оставалось только утвердиться в этом своем знании. А Морецкий был расслабленно великодушен, добр и щадр. «Да, это я», – ответил он благосклонно. «А я здесь пою», – сообщил парень. «Я певец». Он смотрел на Морецкого так, что не оставалось сомнений, ждет ответных слов. Морецкий должен был обрадоваться и сказать что-то вроде «Певец, как славно!» «Я давно ищу молодого, нераскрученного, но очень талантливого певца!» «У меня как раз есть одна песня, ее еще ни разу не исполняли!» Но слишком часто, наверное, Морецкий встречал таких молодых людей и слишком часто сталкивался с подобными ожиданиями. А потому он не выразил явной радости, но и не заскучал, поинтересовавшись. «Ну и как тебе эта работа?» «Мне нравится». В зале царила атмосфера пьяной радости. Никто не гнал друзей Морецкого, и аппаратура была в их распоряжении, и водка не кончалась. И если это не называется счастьем, тогда что ж такое счастье есть на самом деле?» Упала на пол и разлетелась на осколки тарелка. Кто-то уже лез на стол, собираясь то ли танцевать, то ли декламировать стихи. Прибежал растревоженный администратор. В его глазах угадывалось знание о близких неприятностях, основанное на долговременном опыте общения с подобного рода публикой. Морецкий еще пытался его уговорить, но тот был непреклонен и стращал разошедшийся не на шутку гостей милицией. Китай-городцев обнаружил, что ситуация стала постепенно выходить из-под контроля. Пора было уезжать. Тут Морецкий переключился на Машу и, кажется, тоже захотел уехать. Он смотрел на девушку таким взором, что китай-городцев заранее знал, чем все это в итоге закончится. Зато раскрасневшаяся Маша явно не предугадывала свою дальнейшую судьбу. Гурь-бой высыпали в гардеробу. Морецкий втолковывал юному ресторанному певцу, что любая раскрутка — это деньги. Но дело даже не в деньгах, а в том, что должны быть веские основания для того, чтобы именно тебя, конкретного соискателя популярности, выделил среди тысяч себе подобных прощелыга-продюсер. «Ты знаешь, как Айзеншпис нашел Влада Сташевского?» — спрашивал Морецкий. Никому неизвестный субтильный юноша Владик Сташевский как-то раз глушил пиво и попутно лобал на рояле что-то мелохолически печальное. А мимо Юра проходил. «Ты понимаешь, случай. Ты и пиво, кстати, пьешь. Пью. Значит, и у тебя есть шанс». Неожиданно заключил Морецкий, покровительственно похлопывая собеседника по плечу. Воспользовавшись тем, что клиент отвлекся, Китай-городцев подтолкнул Машу к выходу. «Тебе пора», — сообщил он ей. «Мне еще у Игоря Александровича надо...» «Завтра», — четко произнес Китай-городцев, давая понять, что аудиенция закончена. «Но мне насчет завтрашнего...» «Я знаю», — кивнул Китай-городцев. «Я все слышал». Час назад нетрезвый Морецкий обещал девушке поездку к руинам его фамильного гнезда. Что-то там такое он рассказывал про свои дворянские корни. Он потомок старинного графского рода, оказывается. «Завтра», — сказал Китай-городцев. «Как договаривались. У станции метро Свиблова. В десять утра». С этими словами он решительно выставил Машу на улицу. Телохранитель Китай-городцев. «Что-то зацепило меня в поведении моего клиента. Какой-то пустяк. Какая-то фраза, брошенная вскользь. И только потом я понял, что именно. Его шутка, что кого-то он давно хотел убить. Он пошутил на тему смерти. Так поступают те, кто близко подобного несчастья не видел. По одной этой фразе я многое узнал о Морецком. Похоже, что жизнь его течет размеренно беззаботно и не отягощена серьезными неприятностями. Многого он еще не видел. Может, оно и к лучшему. Потому что не всякий жизненный опыт бывает полезен. Однажды мы эвакуировали клиента, предпринимателя, из тех, кого называют олигархами. Принадлежащий ему комбинат, расположенный далеко за Уралом, представлял интерес для целого ряда структур, которые конкурировали между собой. Когда наш клиент вознамерился продать комбинат, он, по сути, сам себе подписал смертный приговор, так как комбинат был один, а желающих его приобрести несколько. И единственной возможностью сорвать сделку кое-кому представлялась преждевременная смерть продавца. Мы должны были эвакуировать его из-за Урала в одну из западных стран. Счет тогда шел даже не на дни, а на часы. Клиента из его поместья вывозили специально зафрактованным вертолетом. С ним летели и члены его семьи. Мы вывезли их в Красноярск, там пересадили в самолет, который должен был отправить их в Алма-Ату, а далее из Алма-Аты в Стамбул, а уже оттуда в Тюрих. Но было опасно, что нашего клиента могли попытаться перехватить. И потому до Алматы мы не долетели. Приземлились на военном аэродроме в районе озера Балхаш, где уже стоял на готове военно-транспортный самолет российских ВВС. Но транспортник взлетел без нашего клиента на борту. То есть он там как бы был для всех любопытствующих. Но на самом деле вместо него и его родственников летели совсем другие люди. Произошла подмена. Так делается, когда надо сбить со следа преследователей. В данном случае предосторожность оказалась весьма не лишней. Перемещение нашего клиента его недороги действительно отслеживали. И даже смогли сделать так, чтобы военный транспортник приземлился не на Чкаловском аэродроме, а в Домодедове. Рассчитывали, что наши ребята оплошают и не успеют перебросить туда кортеж встречающих. Наши успели. Машину для клиента подогнали прямо к трапу самолета. На подъезде к Москве нашу колону уже поджидали. Грузовик, груженный бетонными плитами, вынырнул из укрытия прямо перед машиной, в которой должен был находиться наш подопечный. Удар оказался такой страшной силы, что легковой автомобиль смялся, как попавший под каток консервная жестянка. Четверых сотрудников охранного агентства, которые находились в том автомобиле, потом хоронили в закрытых гробах. В той машине мог ехать я, но меня не выпустили из поместья, принадлежавшего нашему клиенту. Милиция не выпустила. Следственная группа как раз со мной разбиралась. Потому что незадолго до эвакуации клиента я застрелил Келлера, молодую женщину, 25 лет от роду. Пуля попала ей в лицо. Маленькая такая дырочка под правым глазом. Если вы никогда не видели убитого вами человека вблизи, вам не понять, что испытываешь при этом. Это и есть тот самый жизненный опыт, которого лучше не иметь. Но у меня он, к сожалению, есть. А у Морецкого его нет, поэтому он так легко шутит на подобные темы. А я вот не могу. Не получается. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!